Эволюция давления на мозги в России. Романско-Морохо в военном обозрении за 23 ноября 2022 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Дмитрия, ну и реакцию вас, Дмитрий. Я только в эфир вышла, а вы уже поддержали финансово. Большое человеческое спасибо. Поехали. В последнее время наше информационное поле просто переполнено различной информацией, обращаться с которой все сложнее. Противник очень старается как можно сильнее ударить по мозгам российскому обывателю, дабы поселить в головах смуту и бардак, и получить с этого определенные дивиденды. Смоленский полк. Пойдем по порядку. Первый случай, на который хотелось бы указать, уже возведен в ранг фейка, и его существование было опровергнуто самим Министерством обороны РФ. Лично я был в шоке, потому что МО разродилась ОФ-заявлением всего-то через неделю после выхода ролика, когда смоленские депутаты бросились делать запросы во все инстанции. А так, наверное, как всегда, отмолчались бы. Итак, дело с якобы мобилизованными из Моленского 359-го полка, который две недели строили укрепление на левом берегу Днепра, а затем, попав под минометный огонь с того берега, отошли. Мотивировали тем, что у них не было связи поддержки артиллерии, а личным оружием, состоявшим из автоматов Калашникова и винтовок Мосина, они не могли оказать никакого сопротивления. Не желая погибать просто так, они отошли и начали взывать к общественности. И дается ссылочка на обращение бойцов 359-го полка. Меня смущает сперва даже не то, что я слышу, а то, что я вижу. А вижу я толпу разномастно и отвратительно одетых людей. Это армия России? Вы серьезно? Простите, у меня в Воронеже бомжи выглядят зачастую лучше в плане одежды. Это партизаны какие-то, простите, живущие за счет того, что добудут. И не обязательно в бою. 359-й смоленский мотострелковый полк опроверг вбросы украинских СМИ. Нет, конечно, не везде у нас такое ужас творится. Вот в красиво снятом и смонтированном ролике от Миниобороны, где показаны тульские мобилизованные, которые говорят красивые и правильные слова, там с экипировкой полный порядок. Опять-таки ссылочка на видео. Согласитесь, у нас в армии далеко не все в порядке. Проблем выше крыши и даже, возможно, появление вот таких партизан. Вроде как кто чего купил, в том и пошел. Однако к вопросу о оснащении мы еще вернемся. Но в нашем случае украинская сторона несколько переборщила. Не показала ни одной винтовки Мосина. На видео вообще парачилок с автоматами. И все. Остальные, получается, просто побросали оружие и пошли налегке? Ну, понятно. После того, как украинцы столько техники собрали по русскому ленд-лизу, вроде как никто не должен удивляться брошенным автоматом и винтовкам. Но перебор. Понятно, что ролик нормально одетых бойцов зашел нормально, и ситуация относительно разрядилась. Но определенное напряжение было. Воронежский батальон. Дальше был Воронеж. Там в местной соцсети была вброшена информация о том, что некий воронежский батальон без особой подготовки был брошен к Красному Лиману, и там практически весь погиб. Писали, что в живых остался 21 человек из более чем 400. Местных женщин, мужья которых были мобилизованы, не то что бомбануло. Их просто порвало на британский флаг, и они приступом взяли офис губернатора. Выходной день, заметим. Губернатор Гусев прибыл в офис, встретился с жительницами и относительно разрядил ситуацию. По крайней мере, крики и вопли на некоторое время прекратились. А затем уже более холодные головы, естественно, не из числа сотрудников Минобороны, нарыли информацию о том, что никакого воронежского батальона не было. Из центра сборов и комплектаций, в том числе и упоминавшийся Богучар, максимум уходили ротные формирования. В адрес совершенно разных центров подготовки это подтвердили офицеры из числа мобилизованных же, комплектовавшие эти роты в Богучаре. Воронежский батальон очень тихо перестал существовать. Статья 332 УК РФ. После того, как появилась информация о том, что мобилизованный Александр Лешков, который наехал на подполковника, не желавшего выполнять свои служебные обязанности, был заключен под стражу решением Одинцовского гарнизонного военного суда и пробудет там до 14 января 2023 года. С перспективой получить до 15 лет лишения свободы вообще не стоит чему-то удивляться. Понятно, что толчок рукой будет квалифицирован как нанесение жесточайших побоев господину подполковнику при исполнении, и наш справедливый суд отправит Лешкова за решетку. По сути за то, что он возжелал, чтобы и его, и его товарищи готовили к боям должным образом. Не совсем в корректной форме, но тем не менее. Вообще многие сегодня говорят о том, что в армии порядка нет, его надо наводить. Согласен. Вопрос, кто и как будет это делать? Вот, собственно, материал, ради которого все затевалось. Он тоже не совсем однозначен, однако вызывает намного меньше сомнений, чем первое видео от Смоленских. Белгород. На видео вроде бы арест двух военнослужащих за отказ выполнять приказ об убытии в зону боевых действий. Прокуратура возбудила уголовные дела по статье 332 ОК РФ, а военные полицейские показательно так скрутили бойцов прямо перед строем. Здесь сомнений вызывает очередной бомж-пакет из нас пеходетых, кто во что мобилизованных. Нет, в том, что это наши, я совершенно не сомневаюсь. Мало того, что шикарно прикинуты военные полицейские наши, УАЗ Патриот, ЗК Воска с номерами западного военного округа наш, так я еще не один раз бывал в этой части, в те времена, когда ЗВО еще сотрудничала с независимыми СМИ. Были такие времена, так что удалось идентифицировать это место. Конечно, разномастно обряженные доходяги, у которых вообще отсутствует малейшая строевая выучка, выступают прекрасным фоном для военной полиции. Можно порадоваться, глядя на прекрасно пригнанное снаряжение, хорошие бронежилеты, явно не сами покупали, и сноровка, с которой они крутят руки мобилизованным. Выучка нашей военной полиции обнадеживает. Вообще, подобные ролики, цель которых явно показать тем, кто еще сомневается в чем-либо, что выбора особого у них нет, и неисполнение приказа, дезертирства, хамства. Да, с ними нужно бороться, даже и такими методами. Правда, из звукового ряда ролика совсем невозможно понять, что там говорит этот господин в кроссовках из военной прокуратуры. А стоило бы, те, для кого этот ролик снимался, имеют право знать. Согласитесь, что съемка такого мероприятия проводилась официально и с разрешения. Человек с камерой бегал вдоль всего строя как-никак. И соглашусь с мнением, что такие ролики необходимы и не только с рядовыми, которые отказались идти на войну, но и с военными более высокого ранга. Красиво и патриотично смотрелись бы в таких же позах полковники, снабжавшие ВСУ танками и самоходками, «забывавшие» сообщить своим частям об отходе, генералы годами разворовывавшие армейское имущество, военкомы, творящие беспредел и так далее. Но что-то мне подсказывает, что таких кадров мы не увидим. Генералы могут бросать города, отвоеванные кровью наших солдат, воровать тысячи комплектов ратника, завалив ими все авито. Полковники и подполковники могут спокойно бросать исправную технику, которой потом с огромным удовольствием пользуется противник. Но арестовывать, судить и сажать будут не их. Для этого есть блогеры и журналисты, которые работают на линии фронта и дают картинку, отличную от сводок МОО. Мобилизованные, которым дали возможность закупаться всем необходимым за свой счет, потому что у армии нет для них формы, обуви, брать-жилетов и прочего снаряжения. И обеспечили подготовку из отстрела 15 патронов. А если кому-то что-то не понравилось, военная прокуратура и военная полиция вкупе с военным трибуналом очень быстро объяснят, куда надо думать и как надо делать, чтобы все было хорошо. Но как частичка того самого электората, которая может влететь под пятую или десятую волну самомобилизации, мне мобики автоматически симпатичны. Они такие же, как и я. И я такой же, как они. И я вполне могу стоять в таком же строю. И меня точно так же могут утрамбовать за неправильно сказанное слово. Например, о том, что я не хочу бездарно погибать, потому что кому-то из генералов очень хочется заветную звездочку на китель. Презумпция невиновности. Да. И особенно перед лицом того, что их призывали, чтобы отправить на войну, на смерть. Это как великую отечественную. Летчиков-штурмовиков штрафбаты не отправляли, как бы они ни косорезили. Там слишком тихо и безопасно было по сравнению с боевым вылетом на Ил-2. А тут ролик, тема которого «Бойтесь, а нет, то с вами будет так же». А чего бояться людям, которых завтра могут просто убить? Бросить? Оставить, забыв довести приказ об отходе. И они будут драться до последнего патрона, как те ОМОНовцы. Вот эти доходяги, одетые в то, кто что смог купить. И ведь будут. Роман Скомарухов. Эволюция давления на мозги в России. КОНЕЦ Продолжение следует...